This conference will now be recorded. О реальном внедрении МСФО в систему учета в России. Первый раз я слышала, ну, спешу, конечно, представиться. Я преподаватель цикла курсов по международным стандартам. Зовут меня Галина Шайдул-Матулебаева. Цикл курсов включает в себя, прежде всего, базовый курс, который знакомит системно, со всей системой, именно системой, подчеркиваю, международных стандартов. Это так называемая континентальная группа, да, со штаб-квартирой в Лондоне. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что эта система стандартов применяется в любой стране мира. Ибо самые старейшие площадки торговые, там, где компании всего мира торгуют своими ценными бумагами, это, конечно, европейские биржи. Они расположены всего в нескольких городах, поэтому будь компания в Америке или в Азии, в любом случае, если она хотя бы значима, да, я не говорю о крупнейших компаниях, но хотя бы значима, она, разумеется, будет стремиться торговать на европейских площадках. А для этого необходимо, чтобы она представила свое финансовое положение именно в виде отчетности по международным стандартам в той системе, о которой мы сегодня с вами говорим. Поэтому сегодняшняя наша тема о тех правилах, о тех стандартах, которые применяются по всему миру. И для того, чтобы вот овладеть этой системой, это тот же самый бухучет, но другой, другой не только по правилам, так скажем, прямолинейного характера, но и по своей идеологии. Вот, собственно, предмет нашей сегодняшней встречи. Я должна вам сказать, что впервые я услышала о переходе в Россию на международные стандарты 20 лет назад. Это не фигура речи. Действительно, где-то в 99-м году были серьезные документы о том, что буквально в течение года будет осуществлен переход на международные стандарты. И вот только спустя 20 лет мы действительно говорим о реальном переходе. Все это связано со множеством глубинных причин, но мы говорим о наиболее поверхностных, которые просто, можно сказать, кричат уже. И я напомню вам, что, в принципе, система эта действует в России с 2012 года, когда ряд компаний просто были обязаны отчитываться по МСФО. Тогда еще была отдельная компания, которая занималась проверкой качества отчетности, но потом по лозунгам того, что сократимых количеств чиновников убрали эту комиссию. И взамен так сэкономили на чиновников, что организовали 19 отделов Центробанки, которые занимаются по сей день, мониторят качество отчетности по МСФО. С 2012 года, можно сказать, первые, кто на себя принял впервые все сложности перехода, это, конечно, банки. Банки, страховые компании. С 2015 года подавлялись инвестфонды. И сейчас количество тех, кто отчитывается, несут свой, вернее, но это электронный вид, но все равно отчитываются. То есть, Центробанком достаточно уже много таких компаний. Поэтому сказать, что мы все стартуем, нет, конечно же. Почти уже 10 лет многие компании живут с этой вот двойной-тройной отчетностью. Да, составляют русскую для налоговой, несут в Центробанк, отчитываются электронно-МСФО, управленческая отчетность, налоговая отчетность. Короче говоря, работы хватает. Да, конечно, запись будет, можете потом гонять ее сколько угодно. Разумеется, и вчерашний фебинар, и сегодняшний, все это в записи на сайте будет. Если что-то у вас какие-то сложности, менеджеров уточнись. Я прошу прощения за, вот тут еще один слушатель из Хвостов, ну не обращайте внимания. Итак, мы сегодня говорим с вами о базовом знакомстве с международными стандартами. И, конечно же, я говорю о своем базовом курсе, который предусматривает 40-часовые наши с вами беседы на эту тему в разном формате. О форматах поговорим позже. Так вот, собственно, сейчас, когда мы говорим о реальном внедрении международных стандартов уже в реальный учет российский, понятное дело, что поток желающих в эту тему погрузиться, он очень разношерстный. Я вам скажу, что в группе сейчас присутствует, ну вот, по разным мотивам совершенно публика с разными целями. Разумеется, безусловно, вот эти ближайшие годы, особенно грядущие 22-й, он просто потребует понимания каждого стандарта, особенно таких базовых. Вы знаете, что с 22-го года уже идут стандарты аренда, основные средства. Там, где разница совершенно колоссальная. В принципе, первая ласточка, вот этот пробный камень запасы, который в прошлом году стал реальностью российского учета, он многое высветил. Вот уже практика применения, она показала, что, ну вот, по моим ощущениям, профессиональным, но не лишенным, разумеется, субъективизма, я не претендую на там, я не арахуру, но тем не менее могу сказать, что понимание русской бухгалтерии, того, что привнес вот этот ФСБУ, новый, посвященный запасам, где-то процентов на 60. В целом не более 60%. Все озаботились понятием справедливая стоимость, почему-то вот это камень преткновения. Как определить справедливую стоимость? Боже ж ты мой! Такое впечатление, что никто не понимает, как складывается рыночная цена. Потому что справедливая стоимость, как вы понимаете, в большей степени это рыночная цена. Это не идентичные понятия, но тем не менее в основе своей, конечно, лежит рынок. Поэтому, ну вот, казалось бы, какие сложности? Все житейски понятно. Нет, вот не было той бухгалтерии, о которой бы не заботилось определение справедливости. На самом деле, вот этот вот реальный первый ФСБУ, посвященный запасам, он имеет массу особенностей. Он не садится 100% на наш учет. Там есть чем заняться. Если говорить вкратце, в трех словах, то сложности таковы, что компании либо теряют из-за того, что платят больше налогов, либо идут на нарушение и ждут, что придет некто грамотный, который обязательно штрафомет за нарушение бухгалтерского учета. Это уже в соответствии с этим новым ФСБУ. Но здесь, как всегда, реализм подсказывает, что проверяющие тоже еще не совсем созрели. Поэтому пока что есть время. Но вы понимаете, что с 22 года, ровно с 1 января 22 года, не далее, как сентябрь, октябрь, через 4 месяца идет волновых, более сложных. Я не говорю, что прям вот кардинально сложных, но они еще гибче, они еще содержательней. У каждого бизнеса своя специфика, которую надо привязать к этим новациям. Поэтому без вот этого знания первоисточников самих международных стандартов, а русские будущие вот эти ФСБУ, которые буквально уже вот в сегодняшний день, через короткое время, просто невозможно понять. Иногда бывает так, что какие-то фрагменты, вот это, допустим, касается, есть такой международный стандарт, который требует выделения того, что мы хотим продать, это касается долгосрочных активов, выделить в отдельную статью. Так вот, в русском учете уже 3 года действует такая же норма, то есть мы это должны делать. И те, кто до тонкости погрузился, сейчас меня услышат. То есть они не стали оформлять, вентиновцы я имею в виду, не стали оформлять в новый стандарт наш российский ФСБУ. Я все время говорю ФСБУ, кто-то там привык по ФСБУ, но вот ФСБУ, да. Вот не стали оформлять новый стандарт, а дополнили существующий, но дополнили его процентов на 70. Вы понимаете, что получился такой какой-то монстр. Преследовали святую цель, чтобы русским бухгалтерам было комфортно. В итоге получился такой, знаете, недолет до идеала. А как вы понимаете, международный стандарт – это лучшее, что придумано в нашей специальности, лучшими умами нашей профессии. Потому что когда создается новый стандарт, то прежде всего начинают изучать, что на эту тему выработано национальными институтами учета. То есть берут самый передовой опыт, самые удачные какие-то идеи по всем странам. Огромная организация, вот это вот Совет МСФО, со штаб-квартирой в Лондоне, с административным зданием «Гласка». Все это вот огромная махина занимается тем, что консолидирует, выбирает самое лучшее, самое здравое из того, что человечество выработало по той или иной теме. Поэтому это действительно квинтэссенция всего лучшего, что крутые специалисты придумали на эту тему. И вот то, как садится в русском учете вот эти международные стандарты, конечно же, не то, что какие-то враги человечества это делают. Стараются максимально, чтобы мягче прошел этот переход. Но столь различные по своей идеологии эти две системы, я имею в виду старую, вот эту российскую систему финансового учета и международные стандарты, системы международных стандартов, что невозможно просто зеркально все это отразить в наших реалиях. И самая, конечно, такая сложная вещь, если коротко говорить, пока не изменится налоговый кодекс, до конца это вот просто невозможно реализовать. Здесь даже дело не в том, что у нас бумажка во главе угла. Для МСФО тоже документ важная штука, но тем не менее вот это вот непривычное осмысление, уход от формализма, он настолько просто психологически еще сложен. И, наверное, нужно годы, чтобы это все в конце концов осело в идеальном состоянии. Поэтому еще раз повторяю, вот эта тема, она важна даже не с той точки зрения, что, ну вот что такое МСФО в точке зрения классического финансового образования в России. Это семестр, помните, да? Семестр, посвященный международным стандартам. Где-то удачно, где-то менее удачно, но без реального понимания учета, без понимания, в конце концов, результата, а результатом является финансовая отчетность. Мы с вами обслуживающее звено. Мы предоставляем финансовую отчетность, на основании которой капитаны бизнеса принимают кардинальные решения о судьбе бизнеса, в том числе и нашей судьбе, как сотрудников и многого количества людей, если говорить о крупнейших компаниях. Поэтому обслуживающее это обслуживающее, но ответственность у нас очень высокая. И, безусловно, международные стандарты вот с этими подходами к стоимости, в конечной отчетности, согласно подходу, за сколько мы могли бы продать сейчас. Вот сколько это реально стоит. Вы представляете, как это важно для России? Когда у нас, извините, год назад была цена чуть ли не в два раза ниже. Мы все время говорим, обесценились деньги. А что это значит? А значит, отчетность прошлого года по МСФО, она будет кардинально отличаться от отчетности, скажем, за 2021 год. Это уже совершенно ясно. И здесь это только верхушка айсберга, вот эта справедливая стоимость, обесценение, та процедура, которая у нас в принципе нет. А на самом деле вся система МСФО, еще раз повторяю, она идеологически совершенно другая. Поэтому здесь по ходу курса, базового вот этого, который является кирпичом теперь и для русской отчетности, моя задача как преподавателя, как носителя вот этого понимания, как раз таки вот, чтобы вы концептуально поняли, что это совсем другая идеология, совсем другое осмысление вашей профессиональной деятельности. Ну а что касается агитации за то, что надо это дело изучать, изучать глубоко, я даже в большей степени хотела бы нашу встречу посвятить именно той идее, что не просто выучить правила стандарта, а понять глубже конечный результат. Потому что если вы посмотрите внешний вид отчетности, допустим, старый вот этой традиционной нашей российской, которую мы несем в налоговую, и международной отчетности по международным стандартам, иногда даже очень сложно понять, где какая, да, потому что внешне российская отчетность максимально приближена к международной. Но это именно формализм. А вот если копнуть в цифрах, то это совершенно другие цифры, а значит совершенно другая картина финансового положения. Более того, на одном из конечных курсов я показываю, что буквально одна корректировочка меняет общий вывод о финансовом положении в целом группы компаний. То есть базируясь на русской отчетности, все замечательно, хорошо, устойчиво, ликвидно, все хорошо. А вот чуть-чуть, одна корректировка. А ведь для того, чтобы сформировать МСФУ отчетность, самый такой распространенный метод получения МСФУ отчетности, это корректировка российской. То есть сформированная русская отчетность, мы путем корректировок практически каждого актива, каждого обязательства, всех элементов отчетности, мы выдвигаемся в конечном итоге к цифрам по МСФУ путем вот этих корректировок. И даже одна корректировка может изменить общий вывод по финансовому положению бизнеса. По-русски получается все хорошо, а по МСФУ уже соус. И я хочу сказать о том, что то, что я говорю о том, что компании уже многие с 12-го года отчитывают, это касается, конечно же, прежде всего крупных компаний. Ну и согласитесь, что, наверное, каждый хотел бы работать в солидной компании, там, где разнообразен учет, там, где интересна хозяйственная деятельность. Раз она живенькая, интересная, значит, компания зарабатывает, значит, зарабатывают ее сотрудники. Поэтому так важно, чтобы вы понимали конечную цель, не просто сидели на участке каком-то, а понимали, в конце концов, как ваша вот эта вот часть ляжет в общую картинку. Я это говорю потому, что сейчас, если вы почитаете вакансии, то даже на российскую должность требуется знание МСФУ. На рядовую российскую должность в бухгалтерию требуется знание МСФУ. Я уж не говорю про ранг повыше, там уже требуется международная сертификация по МСФУ, но даже на рядовую требуется знание МСФУ. И, безусловно, времена не самые лучшие. Найти хорошую работу не так просто. И, разумеется, накал конкуренции будет нарастать, и знание МСФУ, то просто, наверное, будет тот необходимый пункт, без которого резюме просто не будут рассматривать. Я уж не говорю о том, чтобы продвигаться дальше по карьерной лестнице. Это уж само собой. Если говорить о должности выше, рядового бухгалтера, разумеется, вы должны уже уметь анализировать саму отчетность. И вот весь цикл МСФУ, начиная прямо с базового курса, он посвящен именно, вот в чем, собственно, разница, скажем, бухгалтера российского и бухгалтера МСФУ. Российский бухгалтер может сидеть годами на участке, повторяя одни и те же проводки, понимая там какие-то новации, изменения, но не видя того конечного результата, который формируется в том числе и из той части, которую делает этот бухгалтер. МСФУшный бухгалтер должен понимать, как его работа аукнется в конечной отчетности. А, и, конечно же, мы с вами говорим прежде всего об управленческой отчетности. Дело в том, что не мне вам говорить, вы наверняка присутствующие в многие практике, и вы знаете, насколько вырос престиж управленческой отчетности. Если откинуться вглубь, скажем, лет даже на 5-6, на 10 лет, то вспомните, главбух – это главный человек по финансовому учету. Сейчас не так, правда же? Сейчас во главе угла управленческой отчетности. Потому что все отлично понимают, что какой бы ни был глух учет, если по каким-то причинам проходит проверка в компании, в любом случае штраф будет. Качественно, некачественно. Разумеется, когда профессиональный бухгалтерский учет – это замечательно, меньше крови, меньше денег уплаченных, но это уже, что называется, детали. Я не поняла, Аркадий, вашу фразу. И поэтому я хочу сказать о том, что управленческая отчетность, поскольку она не грамминтирована ни в одной стране, никакими правилами, никакими законами, то, как правило, управленческая отчетность сформируется, так скажем, коррелируется с уровнем профессиональным главного финансиста, с пожеланиями собственников или собственника. и откинуться вглубь, да, ну, погрузиться, да, не будьте так строги, да, погрузиться в историю. Все, поняла, да. Мне главное передать мысль. И вот этот субъективизм, он порождает многообразие видов управленческой учетности. Кто во что горастет. И единственная хорошая основа, качественная основа, это, конечно, когда управленческая отчетность базируется на правилах МСФО. Поэтому, если вы в конечном итоге хотели бы заняться финансовой аналитикой, я уже не говорю про карьерный рост и так далее, про замок и финансов, аналитика дальше, безусловно, вам нужно знание МСФО. И вы знаете, вот, когда у нас русский учет жил своей самостоятельной жизнью, ну, вот, как бы, такой бантик, да, в резюме, вот наш, допустим, сертификат, работодатели очень хорошо знают сертификат специалиста, о том, что пройден базовый курс, даже вам фамилию знают, так что, ну, как бы, это было такое приятное дополнение. Сейчас, кроме этого сертификата, то есть вы можете прийти ко мне на курс, прослушать курс, не напрягаясь особенно, да, и вот у вас сложится такая общая картина. Сейчас этого недостаточно. Для того, чтобы работать даже в русской бухгалтерии, вам придется досконально погружаться в каждый стандарт. Поэтому вот по-другому и я читать буду сейчас уже, по-другому и вы должны слушать даже базовый курс. У меня нет совершенно никакой цели, там, вы знаете, вот, тестирование, оценки и так далее, все это ерунда. Я работаю со взрослыми, очень мотивированными людьми, поэтому мне никого стимулировать не надо. Но сразу честно говорю, для того, чтобы максимально эффективно лег этот курс, готовьтесь к работе. Сейчас вот я, ну, у меня, в принципе, идет нон-стоп, курс за курсом, весь цикл, база, дальше два практических курса по 16 часов, информация, консолидация, это два этапа работы МСФОшников и подготовка, знакомаясь с сертификацией. Вот сейчас, вот буквально я вот сейчас закончила только занятие, и должна вам сказать, что для того, чтобы вот все это эффективно было, вы настраиваетесь на такую плотную работу. Это не просто прослушивание, это действительно, вот первое занятие, есть такой формат, если у нас время хватит, я о нем расскажу, открытое обучение, очень интересно. Если в трех словах, то вы слушаете запись, видите все, что... Ну, как бы, я излагаю, а вы слушаете, одновременно в аудитории сидят люди, которые прослушивают каждый свой курс наушников, а я сижу в аудитории и отвечаю на все возникшие вопросы. Так вот, после первого, уже на втором занятии, сегодня мне сказали, что, вы знаете, я думала полегче, готовьтесь к серьезной работе по этому курсу, это не шуточное дело, но залог того, что вы сможете работать легко в бухгалтерии, даже российской, не говоря про МСФО. Там еще раз повторяю, будущее все, с 1 января, все ФСБУ, посвященные основным аренде, все это базируется на первоисточнике. А поскольку у нас, ну, скажем, вот для примера, в русском учете же не было, в общем-то, учета аренды, вообще никакого. Должна вам сказать, что пытались начать внедрение МСФО в том году именно с аренды. Если вы следили за ходом предыстории применения МСФО в России, то первым должен был идти стандарт по аренде, именно потому, что в русском учете аренда вообще никак не учитывалась. Ну, что такое, Господи, помилуй, эти начисленные платежи, это ничего. И в итоге, особенно по операционной аренде, если компания-арендатор вовремя платила платежи, то на конец года и следов не было никаких от договора аренды. То есть у компании договор висит, по которому ее многомиллионные обязательства, а в учете этого не было, понимаете? Поэтому вот этот переход, который буквально через 3-4 месяца, это будет практика российского ученого. Вы представляете, какие инновации вам предстоят? И вот, чтобы вам было комфортно, очень рекомендую, не важно, со мной ли, где-то еще, самостоятельно, но МСФО должно быть в вашем сознании. Преимущество нашего участия в этом процессе, это, конечно, многолетняя практика. И компании, которые 30 лет обучают, соответственно, понимают в этом деле обучения много, и мой личный опыт преподавания, все это работает на то, чтобы максимально эффективно, а самое главное, системно, что это не отрывочное издание, а такое знание, а стройная система, в которую вы погружаетесь и понимаете логическую вот эту вот взаимосвязь всех стандартов. Ну и, в общем-то, не могу не сказать, что в итоге у вас будет совершенно другой профессиональный уровень, абсолютно, особенно если мы с вами говорим о полном цикле, который включает и базовую вот эту подготовку, 40-часовую и два практических курса применения. И, конечно же, вершиной всего является международная сертификация. Я имею в виду одну из трех сертификаций. В целом, то, что предлагает рынок труда, если вы посмотрите в вакансии выше рядовых, то, разумеется, там требуется международный сертификат по МСФО. То, что наш курс базовый, заканчивается выдачей вам документа, тоже он известен на рынке труда, он вполне хорош, но, конечно, он не сравним с международным сертификатом. И мы в рамках вот этого цикла готовим к экзамену Дипифа. Он, наверное, самый оптимальный из всех сертификаций. Безусловно, так называемая большая АСА, как говорят, то есть ACCA Qualification, это более престижная сертификация, но это документ, который вы получаете в результате двух-трехлетнего цикла, когда вы сдаёте порядка, нормально, 14 экзаменов, реально 12, не так давно, буквально несколько лет, сколько там, года три, наверное, да, можно сдавать на русском языке. А вот Дипифа, он одноразовый, он на русском языке, но экзамен достаточно сложный. И вот этот документ, вот он позволяет уже претендовать на должность выше среднего. Я уж не говорю о том, что сейчас для меня нередкость, когда, скажем, процентов 30 группы мне говорят, что на офисе подготовки, о том, что Галина Шайдума, мне нужен документ, чтобы работать в другой стране. Вторая вещь, которая, в общем-то, тоже довольно часто звучит, это право участвовать в онлайн-проектах по формированию отчётности. Вы работаете в России, а формируете отчётность какой-то страны. Таких проектов очень много в интернете, но для того, чтобы вы имели право участвовать в этой команде, вам тоже нужен этот международный сертификат. И первый шаг, но очень весомый, это как раз базовый курс. Поэтому с этой точки зрения, вот этот первый весомый шаг, без которого не обойтись, это, безусловно, знание международных стандартов в основе сводей. И, что касается вот специфики, то я должна сказать, что, безусловно, на курсе все последние изменения, всё, что привносится буквально в последние периоды, даже то, что ещё, дело в том, что вот в системе МСФУ, если публикуется проект стандарта, во-первых, это делается за 5-6 лет, стандарт иногда вырабатывается в течение десятилетия даже, да? Вот, поэтому всё это, проекты, печатаются заранее. Когда уже принимается и пускается стандарт применения в жизнь, всегда разрешается досрочное применение. То есть публикуют уже готовый стандарт и говорят, что, допустим, сейчас публикуют в 21-м году, и говорят, что в обязательном применении будет 23-го года, то есть дают 2 года, чтобы морально созрели для вот этого нового стандарта. И говорят, что если вы комфортно себя чувствуете в рамках этого нового документа, то можете применять его сразу в 21-м году. Но обязательным он будет через 2-3 года. Поэтому вот всё, что новенькое, догодя, безусловно, мы на базовом курсе разбираем. Форматы обучения самые разные. Вы, собственно, выбираете тот формат, который вам удобен. Очень всё разнообразно. Вы можете очно посещать. Как правило, это выходные дни. Вот эти 40 часов, я говорю об академических часах, они по 8 часов. То есть это 5 в воскресенье или 5 в субботу. С 10 до 5 в удобных бизнес-центрах. Это, как правило, вот я работаю на Белорусской или на Татанке. Ещё есть формат вечернего обучения. С половины седьмого до половины десятого. По 4 часа, соответственно, это уже не 5, а 10 наших встреч. Есть очень интересный формат открытого обучения. Разумеется, есть индивидуальное обучение, когда вы, допустим, можете заказать не 40-часовой курс, а, скажем, если вот ко мне уже приходят, обновлять знания. Допустим, когда-то всё это было заложено, сейчас требуется только то, что прошло новацией в последние годы, и человек может уложиться там в 10 часов индивидуального обучения. Это само собой. А есть ещё формат открытого обучения, о котором я чуть-чуть села начала рассказывать. То есть когда вы слушаете тот курс, который вас интересует, это происходит либо в аудитории, где присутствую я, либо вы удалённо, там, где вам удобно, на работе, дома, как угодно, слушаете и задаёте мне вопросы. То есть с одной стороны получается индивидуально, с другой стороны, разумеется, это всё очень удобно с точки зрения денежек. Так что это очень интересный формат. И в любом случае по всем формам обучения записи в вашем распоряжении полгода. Вы можете слушать. И, как правило, я ещё дополняю обязательные методические пособия ещё такими примерами по хозяйственным операциям реальным, да. И вот, соответственно, у вас есть мой адрес, по которому вы даже по окончании курса можете уточнить то, что вам вызвало какие-то сложности. Существуют и комплексные программы, когда вы полностью погружаетесь в эту тему, от базового курса до конечного курса. В целом это пять курсов, цепочки. Вот базовый, действительно, как база. Дальше два практически курса по 16 часов, они короткие. Трансформация – это когда мы с вами преобразуем отчётность отдельной компании в формате МСФО. А консолидация – второй шаг, как правило, работы МСФОшников, когда вот эти отдельные сформированные отчётности по МСФО мы консолидируем, то есть собираем в одну отчётность по группе компаний, по всему бизнесу. Чтобы была вот эта общая картина, это, наверное, самое важное для любого собственника – получить, в конце концов, ответ на самый главный вопрос. Как у него дела в целом по бизнесу? Несмотря на диверсификацию бизнеса, на многопрофильность, а в наши времена никто уже монохромным бизнесом не занимается, всё-таки стараются как-то разнообразить на всякий случай, что ещё там жизнь подкинет, кроме пандемии. Поэтому консолидированная отчётность – это, наверное, самое дорогое. И я уже на базовом курсе даю навыки консолидации. Как раз исходя из того, что, ну, может быть, так случится, что у вас не будет возможности по времени, по деньгам, по жизненным обстоятельствам дальше двигаться по обучению. Поэтому уже, собственно, как формировать эту консолидированную отчётность в целом по бизнесу я даю уже на базовом курсе. Тем не менее, существует отдельно практически курс консолидации. И поверьте, я нигде ни на одном курсе не дублирую то, что я излагаю на базе. То есть предела совершенству нет. И чем больше знаешь, тем ещё границы всё шире и шире по совершенствованию профессиональному. И вот посмотрите, пожалуйста, что касается, если вам нужен документ, вот этот международный, если вы, допустим, двигаетесь в рамках своей компании, то вот этот международный сертификат можно попозже, да, заняться этим делом. Потому что этот экзамен, он, в принципе, как-то экзамены ради экзамена. Он, безусловно, даёт профессиональный рост, могучий. Но в целом для практики, если вот вы научились трансформировать, консолидировать, он мало что вам добавит. И поэтому для тех, кого вот интересует именно практика, после базового курса, может быть, вот важнее взять вот эти практические курсы. Но, если говорить о перемещении в другую компанию, в чужую компанию, без этого сертификата, в отдел МСФО и на должность высшая рядоволь в русскую бухгалтерию, вас просто не возьмут. Ваши резюме отложат, поэтому нужен этот документ. И, быть может, имеет смысл посмотреть и сами по своей там жизненной раскладке, после базового курса, двинуть подготовки. Экзамен этот проходит дважды в год, повторяю, он разовый, русскоязычный, проходит в декабре и в июне. Но для того, чтобы попасть на декабрьский экзамен, вы должны зарегистрироваться, по-моему, до начала октября. Имейте в виду, чтобы успеть на это дело, не мешкайте. Ну вот, вкратце я вам пыталась рассказать о перспективах буквально через 2-3 месяца, о том, как лягут международные стандарты в систему финансового учета России, что нужно сделать для того, чтобы максимально комфортно прошел этот переход конкретно для вас. И я жду ваших вопросов, любых на эту тему, любого свойства и уточнения по сути стандартов и организационных. Любой вопрос касательно МСФО, я в вашем распоряжении. Можете голосом, можете в чате написать вопрос. Ну что ж, тогда желаю вам успехов и приглашаю вас на базовый курс, посвященный международным стандартам финансовой отчетности. Обратите внимание, отчетности. То, что я вам с самого начала говорила, что не про вовки, не учет, а конечная отчетность лежит в основе, конечная цель достижения качественной финансовой отчетности. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok